Итак, это естественно Ark Survival, мы с вами продолжаем изучать гибридов из модификации Seed Gibrets, соответственно мы с вами полностью закрыли четвертый тип, это самые слабые гибриды и перешли потихонечку к третьему, сделали себе первого морского гибрида в прошлом выпуске, сегодня продолжим, соответственно я думаю, давайте не будем ничего откладывать в долгий ящик, сразу переходим к третьему типу и будем смотреть что мы можем сделать. В морских здесь больше никого не осталось, у нас в принципе есть Omnivore, Omnivore это если не ошибаюсь всеядное, да? Здесь понадобится меньше lesser mammal, то есть это естественно этих самых млекопитающих ДНК, а почему я их не заказал? Я отсюда все вынул, но не заказал дальше, в принципе сейчас можно быстренько это сделать, только мне здесь понадобится дополнительная шкура, а она есть здесь, я просто хочу распределить все это дело, нет, ее здесь нету, в общем шкуру я наверное буду спаунить, потому что нету смысла сейчас летать, грызть каких-то мамонтов, это у нас именно обзор этого мода, я не могу заспаунить сами ДНК, потому что я не знаю команд и AMC не работает, ни черта не работает, так что приходится все крафтить, а вот шкуру заспаунить могу. Самое странное, что шкура, которая разламывается здесь в Upgrade Station, то есть если мы разламываем с вами броню какую-то, она не подходит для этой модификации, здесь используется вот только вот обычная такая стандартная, и это на самом деле немножечко раздражает, то что если бы вот там можно было бы разламывать, то не нужно было бы ничего здесь естественно вот так вот делать. Так, это у нас с вами common, а нам с вами нужны маленькие, соответственно сделаем сейчас с вами парочку соток, дальше, ну если мы с вами не можем того сделать, давайте попытаемся, нет, включить естественно, давайте попытаемся сделать кого-то другого, переходим к третьему типу, а в будущем я все-таки планировал сделать одно выживание, это у нас данк битл, то есть это скрабей и фиоми, и это класс танк, в принципе можно сделать, почему бы нет, нам только нужно сделать сейчас, забрать точнее одно яйцо отсюда, вообще я думаю, чтобы не париться, мы забираем просто все яйца, перекидываем сюда, все равно же мы постоянно что-то здесь крафтим, и что я по одному яйцу туда-сюда таскаю. Итак, делаем с вами, нужно выучить наверное, называешься ты хаплоскараб, ладно, хорошо, я думаю, что это легко найдется, нелегко. А, вот так вот можно найти по названию того, кого скрещиваем, понял, а имя это просто описание этого существа, соответственно, это большой бронированный жук, давайте сразу ставим его выводиться, относится к классу травоядные, единственная часть, которая не является его экзоскелетом, это его челюсти. Ха, у этого жука нету клакину, ануса, и именно поэтому он плюется своими фекалиями, это конечно может быть отрасительно, но зато это можно использовать, как бы эти фекалии можно использовать как удобрение. Ладно, посмотрим, что за зверь такой. Кстати, у нас появился зеленый токен, то есть это видимо за третьего класса существа нам выдали, и можно купить монумент. А где его можно купить, я сейчас не понимаю, это как-то можно использовать? Нет. Ну-ка, это скорее всего еще какой-то механизм, который я не вижу, вот, скорее всего вот такие вот монументы, которые делаются за токены, все, я понял, они прямо крафтятся за них. Так, давай исчезай, пожалуйста, зеленый 15, ДНК 250, 10, у нас с вами сейчас 9. То есть нам нужно сделать еще одно любое такое слабенькое существо из типа 4, и мы получим еще один вот такой синий. Ну посмотрим, может быть он как-то там за что-то другое дастся, как вариант. Зеленый. Но синего еще одного сделать это не проблема. Давайте посмотрим на это чудовище, нет, стоп. Прежде чем смотреть на это чудовище, мы с вами сейчас закажем здесь еще что-нибудь, чтобы нас сразу крафтилось. Итак, тебя мы проверили, летуны. Здесь у нас с вами Аргентавис, это Пижара, и нам нужны как раз ДНК Аргентависа. Это сделать не так сложно. Мы с вами можем перейти в самый верх, и нам просто нужны его вот такие вот когти. По идее у меня вот здесь вот в этом верстаке должны быть, да здесь все должно быть, и когти. Я сюда все скидал, вот 14 штук. Абсолютно все вот эти вот дропы существ, они у нас с вами падали в модификации Тернл. Мы сейчас с вами сделаем 4 штуки, надеюсь нам этого хватит. Перекинем соседний как раз агрегат, и там уже все это будем крафтить. Это готово. Себя нужно активировать, но это не сложно. То есть оно прямо само сейчас должно превращаться, да, по 12. Нам нужно было 48, да? Еще раз проверяем. Третий тип. Летуны. Нет, 50. Ну вот это на самом деле та еще засада, потому что и куда мне оставшиеся потом девать? Серьезно? Ну может быть их можно будет использовать как ДНК, чтобы монумент построить? Может быть. За счет этих остатков и сделаем. Есть, пускай будет 60, деактивируем. Блин, меня отвлекли, и в общем существо, которое я сделал, типа третьего, что мы с вами делали? Какая зараза, мы тебя делали, Данг Битл. Он протух, он испортился, представляешь? Ай, ладно, бывает. Нет, вообще, короче, делаем сейчас еще одного. Это отсюда забираем. Довольно-таки много получилось, кстати, ДНК. Я думаю, можно поставить сейчас Коммон. Здесь нам не хватает кератина везде, да? Но, честно говоря, кератин-то у меня есть. Кератин у меня, если не ошибаюсь, вот здесь был. Давайте сейчас туда закинем. Пускай здесь крафтится, чтобы оно не простаивало. Все, сделали нового. Я сейчас никого другого делать тогда не буду, если такая фигня происходит. Давайте создаем. Ох, нифига себе. Ну, честно говоря, фиоми-то-то точно не такого размера. Красавелла такой. Класс. Нет, ладно, поставим с вами аргентавис и делается. Я думаю, что просто чтобы потом не ждать, все будет нормально, потому что с этим все будет понятно сейчас. Так, нам нужно видеться топижары. Делаем с вами это чудовище. И, естественно, нам, скорее всего, понадобится с вами седло топижары. Ну, ладно, пока что не будем сейчас ничего делать. А вот на тебя, наверное, нужно седло фиоми. Давайте посмотрим. Так, дерево кожа. Потому что на жука, естественно, никакого седла не существует. Значит, только фиоми подходит. Да, я был прав. У него, кстати, изначально 3400 здоровья. Он, конечно, очень медленный. Прыгать он не может. Но это очень классное существо. Я прям хочу протестировать, накомнить с кем-то сразиться, чтобы на него погрызть, посмотреть, насколько хорошая броня. Давайте для этого сразу сейчас прокачаем все-таки ему показатели. То есть здоровье там 1008 поставим. Пускай урон будет на 7 вес. И скорость передвижения с выносливостью. Просто я не хочу сейчас до кого-то ехать 3 часа. Я хочу по-быстренькому... А, я тебя призвать же могу, да? Скорее всего, да. Я могу сейчас просто положить в него трекер. Трекер у нас с вами еще есть 4 штучки. Хотя он, в принципе, и так неплохо бегает. Нормально, нормально. Ну-ка. Просто укус правой клавиши мыши. Ага. Он кидается фекалиями. То есть, я так думаю, что это будет что-то типа... Как его зовут-то я забыл. На клавише C он рычит. И выбрасывает вот такие фекалии. Или это само по себе произошло, да? Пасть такая странная, офигеть. X-Control. Ну-ка. Что за фекалия у нас с вами? Посмотрим, насколько мощные. На 70 тысяч. Неплохо. Это действительно очень классное, естественно, удобрение. Здесь у нас никакие хищники не спаунятся. То есть, я не смогу проверить, насколько он сильный в плане брони. Хищники спаунятся, ну, где-нибудь там, например. То есть, ладно, давай сейчас не будем тебе полчаса ехать. Мы просто сейчас закидываем в тебя трекер. И, естественно, тебя туда просто призовем. Хаплас Караб. Задница у него странная. Видите, как текстура сминается? Ну, хотя, с другой стороны, почему бы нет? Хотя, там было написано, что он со всех сторон покрыт хитиновой броней. Самый обычный титанобой, если не ошибаюсь. Ну, хотя здесь обычных существ вообще нет. Они все немножечко изменены. Ну да, оглушение, конечно, прибавляется. Урон 63. Честно говоря, я бы сказал, что не такой уж и слабый урон-то по нему идет. Правой клавишей мыши мы выплевываем. Какой-то на нее вот дебаф накидываем. Удар какашкой. Ну да, я забыл, как называется это существо. Не мегатерий, нет. Ладно, проехали. Тоже китаец. Урон по 100, что на самом деле для такого слабого существа довольно-таки неплохо. С учетом того, что он сделан из фиоми и, естественно, жука. Мне интересно, собирает ли он что-нибудь. Солому. Неплохо. Трупики он не собирает. Ягоды тоже, да, я не вижу, чтобы он ягоды собирал. Ну, клавиша C это просто рык. Я, кстати, думал, пригодится мне или нет вторая линия интернета. Пригодилась, потому что та, которая ее установил, уже на ней поломка. В общем, там пришла смс-ка, что, типа, они поехали устранять, но... Да, неожиданно. А че я стою? Вообще-то шевелиться не могу. Они что, такие тяжелые? Воу. Фига себе там носимый вес. Ладно, хорошо. Это довольно-таки неожиданно на самом деле. Но мы можем перекидывать, потому что все рядышком стоит. Но зря он такой носимый вес делал. Зачем? Это же ДНК. Ладно, бог с ним. У нас с вами, да, у нас делался как раз наш Топижара Аргентавис. Интересно, какое седло на него понадобится. Давайте разворачивать. Сразу посмотрим, кто там нужен следующий. Я бы даже сказал бы, что это больше Аргентавис, чем Топижара. Крылья мне не нравятся. Как-то странно это сделано. Ну, а, хотя нет. Здесь у него соединение. Скорее всего, он будет летать как Топижара. То есть, там, вверх, вниз, вот эти все дела, да? Сейчас проверим. Давай, обратно сейчас попытаемся забраться. Посмотрим, кто там еще нам с вами нужен. Точнее, что нам нужно на следующее существо, чтобы можно было сразу заказать делаться. Так, это мы проверили, это проверили. Дальше мы можем сделать с вами сразу уже, естественно, обезьянку. Аронео плюс мезопитек. Это прям странно. То есть, паук и обезьянка. Хм. Ладно. В хищниках мы можем с вами сделать Аронео плюс Ахатина. Ну, давайте с вами начнем вот с него. Заказываем. Естественно, здесь понадобится седло. И так как мы с вами использовали яйцо Топижары, я предполагаю, что и седло нужно от Топижары на тебя. Нет, ты смотри-ка, не Топижары седло. А значит, все-таки Аргентависа. Ладно, пробуем с вами это седло. Держи. Да, все правильно. Здесь сразу у нас с вами есть верстак. Причем такой полноценный нормальный верстак. Нормально. Прикинь. Можно прям все делать. Постройки. Парник. Оу. Это круто. Прям очень жестко. Вот. И об этом я говорил. Ну. Нет, на самом деле, вот когда вот он летит, это смотрится хорошо. Когда крылья сложены. Это довольно-таки странно выглядит. Так, ладно, хорошо. Давай тебя протестируем. Клавиша С. Левая клавиша, он летит влево. Правая клавиша, он смещается вправо. Назад, вперед. Да, это прям очень удобно. Ну-ка, наш тенд тестовый Бронтон. Давайте его укусим один разик. Прямо таким непрокаченным. Я думаю, что я успею свалить. Не попал. 173 урон. Непрокаченный урончик. И с учетом того, что у нас с вами сразу 2000 здоровья. 500 на 7 вес. Это прям очень хорошее существо. Из него можно и боевого сделать. Естественно, сделать. Кстати, скорость качается. Естественно, можно сделать грузового. Какого хочешь. Плюс он может подбирать, скорее всего, мелких существ. Вплоть до средних. Да, все верно. То есть листрозавра спокойно подбираем. 620. Мало вероят. Ух, как он закладывает поворот. Классно. Это забавно. Но, правда, радиус поворота получается очень большой. Урон-то, смотри, какой жесткий. Кстати, по урону он сейчас самый сильный получается. Он сильнее, чем все остальные. Бочку делать он не может. Ничего такого делать не может. Ладно, хорошо. Аргентависа посмотрели. Аргентавис просто шикарнейший. Я бы себе хотел такого выживания. Я все-таки нет. Я планирую и планирую в будущем сделать не сейчас, не сразу после этого выживания. А чуть попозднее. Добавить туда пару модификаций на существ, которых нет в стандартном арксурвайвале. В том числе гибриды. И, может быть, какие-нибудь там additional creatures. Там, действительно, может быть, базу построить. Еще что-то такое. Ну, просто повыживать, знаете, вот именно классически. Классически так, без всяких вот этих вот дополнительных стреляющих огнем и прочих динозавров. Но, правда, есть один маленький нюанс, что всегда такие выживания набирают крайне мало просмотров. То есть, раза ва меньше. Просто постоянно. Что поделать? Ну, просто, на самом деле, интересно посмотреть, насколько сложно будет именно с гибридами. То есть, с гибридов создавать. Ладно, таким образом, это мы с вами протестировали. Дальше у нас с вами идет мезопитек. Плюс, естественно, идем, смотрим, что еще можно сделать. Здесь все, в травоядных все, остаются хищники. Ну, можно поставить делца охотину, например. Давайте на мартышкина посмотрим. К такому жизнь меня не готовила. Это серьезно. Прыгать можешь? Вау! Слушай, как же это классно сделано. На правой клавишу мышь он кидает сетку. Левой клавишей мышь и бьет клавишей С. Чем-то есть на клавише С. Что-то он делает. Стоп. Клавиша С. Какой-то взор. Паучье читье. Ну, непонятно, что она делает. Может быть, он хищников будет видеть? Ну-ка, я могу в того попасть? Нет, он так высоко не плюется. Вау! Как же он прыгает круто! Я думаю, что по общим читьям, может быть, хищников будет видеть. А нет, видишь, попадают цели. Подсвечиваются. Понятно. Я думаю, что сразу нужно прокачивать. Так, буквально чуть-чуть. Он не очень сильно качается, конечно, но я прям в восторге от этого существа. Мне очень нравится, как оно выглядит. Скорость передвижения на нем просто какая-то запредельная. Правда, когда он приземляется, ему нужно обязательно вот так вот остановиться. Да, выровняться. И тогда он может ехать дальше. Потому что если он этого не делает, то, естественно, перемещаться не может. Давайте сейчас попытаемся... Ну, опять... Нам повезло, что здесь очень большое количество обычных трицератопсов. Опять как раз на траке каком-нибудь все это дело протестировать. Во-первых, мы в тебя плюнем сеткой. Попал. Хорошо. Опутан там что-то типа 8-9 секунд. То есть быстро перемещаться не может. Урон на 350. Опутывание нормально обновляется. Фига себе. Это прям очень круто. Кстати, ну вот, например, паучить чутье мы врубаем. Ты будешь меня атаковать, нет? Нет, атаковать он не хочет. Ну нет, я думал, что он станет красным, если станет агрессивным. Ну, он таким и становится на самом деле. И все. Больше никаких навыков нету. Что-то он собирает из древесины, еще чего-то такого. Нет, он их ломает, собирать не собирает. Камни тоже. Но сам факт того, что вот это существо настолько маневренное... Это просто шикарнейше. Так, а если я, например, зажму и буду держать... Нет? Нет, это не сработает. В общем, он собирает мясо, кожу. Кожу собирает как-то... Нет, нормально собирает. Что-то показалось, что там одна единица. Отлично даже собирает на самом деле. В общем... Я бы на самом деле с удовольствием на таком существе покатался, посражался бы. Капразух, интересно, снимет седла? Та, снимет. Но... Туда же... Дело не в том, что Капразух меня снял с седла. Он взял этого в пасть, а не меня. Ладно. Как там эти дела? Ну-ка, давай еще раз на тебя посмотрим. Такое ощущение, что какая-то еще она мутировавшая в плане тела. Давай отомсти ему. Ладно, договорились. Это очень классно, потому что... Ну, это фантазия должна до такого дандуманца вот так вот скрестить два существа. Это просто шикарненько. Я ожидал совершенно другого. Прикольно разбираться в модификациях, которых никогда не видел. Я говорю, было бы прикольно, если бы эти существа были бы и в стандартном арк-сурвайвл. Это было бы гораздо интереснее. Забираем охотину. Смотрим, что у нас с вами на хищников не хватает. Яйцо раптора. Алазавр ДНК. Кстати, Алазавр ДНК мы сейчас с вами сделаем. Давайте парочку мозгов там забубеним. Еще штучки три. А, нет, смотри-ка, у меня десять штук. Десять перифайт. Десять очищенных. Я просто все их перекрафтил уже. Я не туда заложил. Не то выбралось. Нам нужно вот сюда. Закидываем, делаем ДНК вовсю. Ну что, следующий экспонат. Давайте смотреть Аронео. У меня тут на самом деле целый день отвлекают и не дает нормально что делать. Только-только опять вернулся. Прошло несколько часов. Вот с того момента до этого. Вот так вот. Игра стояла просто на паузе. Нам нужно седло Аронео. О, для этого понадобится, естественно, кожа. Сейчас быстренько разломаем. Давайте все добываем отсюда. Забираем кожу. Еще раз делаем седло. И попытаемся протестировать. Что я хотел сделать дальше, я уже не помню. Сори, народ. Сейчас будем еще раз смотреть. Итак, тип третий. То есть мы с вами, да, зашли в хищников и сделали его, потому что на него не нужно никаких специальных яиц. И нам нужны были просто здесь яйца. Я сделал ДНК Аллазавров. Все, я все вспомнил. Отлично. Ладно, слава богу, хотя бы еще деменции нету. Давайте, это... А, здесь голова. На голову можно одеть какой-то скин, что ли? Скорее всего, да. Вы знаете, честно говоря, он похож не на... Ммм... Он может прыгать. Правая клавиша мыши. Чем он сейчас выплюнул? Давай еще раз. Какой-то яд с пузырями непонятными. Обычный укус на клавиши... Ну, левая клавиша мыши. Клавиши С, удар всеми передними конечностями. Клавиши Х, ничего. Ctrl, ничего. Так, это на самом деле интересно, чем он там плюется. Пойдем проверим. У него есть урон падения. Кстати, это очень странно. Пауки, мне кажется, могут вообще с любой высоты падать. Хотя это на самом деле зависит от массы тела. У них слишком маленькая масса тела у пауков. Ну, в смысле, у маленьких. А так, если такую махину шмякнуть, то он, естественно, под силой своей тяжести и ускорением просто в лепешку разобьется. О, как раз там черепашка есть. Погнали сейчас к ней. Или, может быть, в птичку. Давай, Грифа. Я просто хочу попытаться плюнуть в кому-нибудь этой фигней. Что это нам даст? 157. Слушай, а урон-то хороший. И это мы его совершенно еще не раскачивали даже. Черепахин, иди сюда. На самом деле, реально, урон очень хороший. Плюс, это какая-то кислота. У него, видимо, кислотный ожог. Из-за этого он медленнее передвигается. Да, она? Да, все так и есть. Прыгаем мы не очень хорошо. Подожди. Еще мы тебя закинем немножко опыта. Еще мы еще протестируем, насколько ты больно бьешь. Скорость качается, но не очень много. Давайте, этого пока достаточно. 333. Правая клавиша мыши. О, это же получается сейчас... Подожди, 2400? Давай. Ну да, что-то типа того. Но какой-то шарик улетает налево почему-то. То есть мы не можем попасть прям всеми сразу. Это на самом деле очень круто. Ну-ка. Я просто боюсь, что кто-то из них может оказаться, ну, каким-то, я не знаю, суперсильным. Нет, смысла его нету. Я, да, я хотел протестировать клавишу С. Что это у нас такое? Удар. На 513. Возвращаемся домой. На самом деле, этот паучок прям очень хороший. Хочу прочитать, что там про него пишут как раз в аппарате. То есть какое у него описание. Потому что так сам по себе. Мало того, что он очень агрессивно выглядит, он еще оказался очень сильным. Вот сейчас это действительно самое сильное существо из всех тех, которые у нас есть. И выглядит это существо, конечно, угрожающе. Шипы еще на лапах. Давайте глянем, что там написано. Тип 3. Хищники Аронео. Он может расплевываться шарами слизи, которые будут замедлять и накладывать, и убивать существа. Понятно. То есть именно то, что он и делал на самом деле. Так, предлагаю создать гибрида Алазавра и Диадона. Смотри. Нет, ну они все танки. Я все сюда быстренько закинул. Начнем, ладно. Начнем с вами Ужасная Птица плюс Раптор. Давайте создадим это. Нам понадобится Коммон и Леса. Понятно. Сейчас попытаемся сразу заказать, наверное, здесь меньшие. Так, да заказал ДНК, пускай пока что делаются. Заказал также в том как раз. Обычные делаются. Обычные этих самых млекопитающих. Так. Мы с вами разворачиваем день здесь. Террораптор. Это забавно. Забавно. Слушай, а на тебя нужно просто седло Раптора, скорее всего. Я надеюсь, что Раптора может быть Ужасной Птицы. Но выглядит он примерно как Ютиранос. Немножечко меньшиный. Клев, конечно, забавно смотрится. Прям вот, знаете, все очень гармонично. То есть у разработчика, который делал это существо... Слушай, а не подходит ни на Ужасную Птицу, да? Ни на Раптора. Очень хорошо с чувством вкуса и вот именно вот эти пропорции, вот этого всего. Ты представляешь? Вот именно на него есть отдельное седло. Других нет, но на этого есть. Ах, мне нужно взять немножечко слитков металла. Пять единиц. Вот как я должен был догадаться, а? У всех остальных обычное, а у него вот так вот. Ладно. Давайте, делаем седло. Есть с ним одна маленькая проблема. Ему очень тяжело, он не может ехать. Да, у него большой перегруз. Ну, сейчас не то, чтобы уже большой, потому что я довольно-таки много выкинул. У меня, кстати, бутылки с опытом заканчиваются, да? Ладно, давай прожмем. Бутылки с опытом, это не такая большая проблема. Жалко то, что мне приходится очень много сносимый вес скидывать. С другой стороны, если я буду играть в выживание с этими существами, то так или иначе... Ну, правда, у меня не будет такой загруженности всякими модовскими вещами. Так вот, так или иначе, я буду все равно устанавливать ультра стекс, устанавливать туда все вот эти вот как раз рюкзаки и прочее. То есть, чтобы можно было нормально, естественно, собирать ресурсы, фармить, и я не готов убивать часы в фарм. Потому что иначе выпуски выходить не будут. Да, они и так плохо выходят. А тут они совсем выходить не будут. Естественно, он гораздо больше, чем ужасные птицы или рапторы. Во-вторых, и та, и другая особь, и ужасные птицы, и рапторы, они очень быстрые. То есть тебе нужно персонажу вкачать где-то 125 скорости передвижения, чтобы нормально их убегать. Или 116 там, чтобы хотя бы, ну просто, они не могли догнать и бежали с твоей скоростью. Прикольно, кстати, я первый раз такое вижу. А-а-а, все ясно. То мы не забьем с вами таким образом 150 тысяч. Я, видимо, куда-то не туда изначально посмотрел. Давайте протестируем на черепашке, насколько ли вот на тебе. Насколько сильный правый, правый клавиша мышукус. Нет, я что-то вообще никакого урона на самом деле не видел. Так мы с вами бьем 372. У черепахи, естественно, броня, то есть по нему будем... Нет, по нему тоже 372. Правой клавишей. Правой клавишей мыши мы не наносим никакого урона. Может быть, он собирает мясо таким образом лучше? Давайте попытаемся. Давайте попытаемся. Да, он собрал, но это непонятно, в общем. Вот, хорошо. Да, все-таки он добивает, он как-то кусает, а потом лапами дособирает мясо. В общем, странная фигня, но мне не очень нравится, потому что он очень медлительный. То есть, если ему раскачивать скорость продвижения, это будет влиять на здоровье и на урон ближнем бою, естественно. А сам по себе он перемещается очень медленно. То есть, обычный раптор или обычная ужасная птица будут спокойно его обгонять. Но тут это, скорее всего, из-за того, что его сделали таким большим, соответственно, понизили ему скорость перемещения. Сложно сказать. Рекс, на самом деле, он тоже же довольно-таки огромный. Он, правда, медленнее, чем раптора, мне кажется. Раптор гораздо быстрее убегает. Ладно, у нас появляется с вами еще один хищник, прикольно. Делаем с вами смесь саблезуба и гопразуха. А про это в гибриды пишут, что он совмещает в себе сильные ноги и мощные челюсти. То есть, от каждого взял самое сильное. Кстати, у него носимый вес, в отличие от раптора изначально, 412, что гораздо-гораздо больше. То есть, мне не придется сюда вкладывать никакие очки. Я могу спокойно прокачивать урон в ближнем бою. Качнуть там немножко скорость передвижения. Здоровье, как всегда, немножко тестануть, насколько хорошо качается. Естественно, замаксить урон. Вот это вот гораздо более многообещающе выглядит, во всяком случае. Ну-ка, прыжок. Хорош. Действительно, половина от капразуха, половина от саблезуба. Это очень странно и забавно выглядит. Еще и морду ему растянули. Давайте. 1100. Воу. Вот это действительно круто. Правая клавиша мыши, удар лапой. 1200. Еще так поддает клавиша C. А вот что вот это такое-то, непонятно. На 8 единиц ударчик. Что он вообще делает? Собирает одну единицу мяса. Странно, да? То есть, вот этот слабый удар на клавишу C вообще непонятно, что это такое. Х, он рычит. И тем самым он повышает скорость плавания. Повышает стамину. А также небольшое восстановление здоровья. В воде он рычать не может, то есть, ему нужно для этого выбраться на сушу. Клавиша Х. Да, у него очень большая задержка на этом рыке. Это правильно. На 20 секунд. То есть, это для того, чтобы быренько переплыть на эту сторону. Ну вот, описали, что вот то какое-то там существо будет самым сильным. А, это в четвертом классе, да, согласен. Это третий класс у нас. То есть, вот это вот, это уже хищник. Это уже действительно прикольно. Единственное, что меня напрягает, очень быстро выносливость тратится. Но выносливость можно качнуть, в принципе. Это реально очень приятное существо. Далее. У нас с вами скрафтился, или точнее доделывается, диметродон и меглозавр. Итак, это уникальный габарит, у которого присутствует искусственный ДНК, который делает его более чувствительным к урону, но при этом он всегда гиперактивен. Что значит гиперактивен? Блин, вот это интересно. С учетом того, что там меглозавр. Меглозавр, сами помните, там поспать любит. И наоборот, когда ты не в то время суток на нем катаешься, то он будет очень медлительным, слабым. Здесь же все наоборот сделали. Ладно, давайте сейчас развернем. Это как бы так шутка такая, да? По поводу меглозавра. Ну ладно, разворачиваем. Принять. Может быть на тебя не нужно седло? Эй. Слушай, я угадал. Ну-ка давай со стороны посмотрим. Ну да, Димедродон плюс меглозавр. Получился таки меглозавр просто с плавниками. С гребнем на спине вот таким вот. Скорее всего он даже может довольно-таки неплохо плавать. Включим отображение обратно. Я не вижу никаких особых бафов и плавает он очень медленно. Ну-ка обратно. Прыгать он не умеет. Клавиша С. Кстати, он поворачивается туда, куда поворачивается мышка. На С у него как раз возможно скорее всего поднимать. Забавно. Правой клавиша мыши. Ладно, пойдемте протестируем накомнивать. Ну ладно, клавиша С. Урона нету. Правой клавиша мыши. Это просто какой-то рык непонятный. Урон есть только с левой клавиши мыши с обычного удара. Добавлена одна единица кожи. Труп не исчез. На правой клавиши мыши он тупо рычит. Первый раз такой здесь вижу. Икс ничего не дает. Контрель Икс. Очень-очень непонятное существо. То есть, чего пытался добиться разработчик непонятно. У нас естественно с вами идет восполнение здоровья с того, что мы просто поедаем тушку. Но не вижу ничего особенного в этом гибриде. То есть, как вот именно существо для выживания. Смысла в нем, мне кажется, никакого нету. Кстати, если вы лучше знаете и там знаете какие-то особенности, которые я пускаю, пишите в комментариях. Мне действительно интересно будет прочитать. Я не всегда отвечаю, но читаю практически все. То есть, таким образом, мы на данный момент с вами посмотрели на Тарвазухаса. Дальше Димитрозауруса. Тимя мы тоже видели. И остался из третьего класса один последний. Это Триходозаура. Или Триходозаурус. Может, там не хватает букв. Сложно сказать. Так вот, это Авазавродиадон. Огромный голодный динозавр, который может подлечивать своих союзников. И сразу, пока он делается, посмотрим с вами во второй тип. Что здесь понадобится на существ? Здесь уже идут экселленд ДНК и экзотический ДНК. Экзотических 400. Экселленд Динозавр в основном идет. Хорошо. Хищники. Та же самая история. В основном экселленд Динозавр. А вот здесь вот маму как раз идет. Млекопитающая. То есть, нам нужно будет очень много экселленд Динозавр ДНК. Ну, естественно, других тоже немало. Но экселленд, мне кажется, в этом плане сейчас будут самые сложные. То есть, их нужно начинать делать заранее. Давайте посмотрим. Экселленд Динозавр. Нам понадобится обычный и органический полимер. То есть, даже не меньше, а комон. А комон нам нужна кератина сырая рыба. Я думаю, что мы можем отсюда сейчас немножечко притырить. Наверное, где-то вот так вот. Тысячу, да? Или может быть даже побольше. В этом проблема, что тебе нужно сначала сделать одни ДНК, а потом из них делать другие ДНК. Это я уже заметил еще, но мы с вами уже такое делали. В прошлом выпуске это уже нам на самом деле встретилось. Потому что я решил немножечко вперед сделать как раз всяких разных ДНК. И таким образом понял, что это очень-очень геморройная в этом плане как раз модификация. Давайте, включаем Экселленд. Органического полимера здесь предостаточно. И просто делаем 176. Это мало. Это очень мало. Естественно, это будет не 176, а 1000. Но типа, ну там с чем-то, может 2000. Но когда у нас по 700 на одно существо, нам этого на выпуск не хватит. Вот на этот выпуск, как видите, я как раз вот сделал столько, сколько нужно. Соответственно, нам хватило полностью проверить всех динозавров. А, скорее всего здесь не хватает органического полимера. Не проблема, полимер заспауним, чтобы можно было продолжать этим заниматься. Естественно, с полимером у нас будут проблемы. Но мне тут написали решение. Можно, естественно, поставить спаунеры на карте, чтобы они спаунили определенных существ. И просто идти их забивать, таким образом фармить. Ну, как вариант. Потому что по-другому ты не получишь такое количество полимера. Это, это китайский фарм. Это нужно сидеть часами, фармить вот эти тысячи полимера. Сами понимаете, это ужасная скукота. Так, а седло-то я на тебя взял? Да, взял, хорошо. Пассивное исцеление отключено. В смысле, Аллазавра, седло на тебя не подходит? Тричадозавра. Давайте посмотрим через Тричадозавра. Делается слитки металла туда-сюда. Можно делать в инвентаре. Вот он он. Надо было это, на самом деле, проверить сразу, а не делать седло на Аллазавра, не тратить ресурсы. Ну, просто видно, что стоит Аллазавр, и я думал, что как раз у нас Аллазавра в седло и используется. Забавно, что у него снизу как бородка такая странная очень. Ага. И глаза у тебя непонятнейшие. И здесь шерсть на груди. Да уж, странное животное. Ладно, окей. Управлять. Фига себе, а что у тебя с лапами? Как-то странно сделано очень. И звук такой, да? Вы видите, что он движется не как Аллазавр? Сзади это очень сильно похоже именно на Диадона. Как-то он так присаживается немного, как-то с задницей вертит. Очень странное существо, ладно. Погнали, куснем кого-нибудь. Мой любимый тест, кого-нибудь куснуть. Но у нас тут есть подопытный жук. Может быть, рано или поздно мы его с вами даже забьем. 129 урона, правая клавиша мыши, включение хила. А, соответственно, все наши союзники будут подлечиваться. У нас включено, увеличено потребление еды, естественного существа. Он еще тут сам по себе рычит. Хорошо, отлично качается здоровье. Еда действительно очень быстро просела. Скорость передвижения качается не очень хорошо. То есть у него будет вот такая медленная скорость. Но это, в принципе, нормально. Это довольно-таки хорошая скорость. Довольно-таки хорошие показатели. На прокачке 618 урон. То есть если у него, скорее всего, будет еще и баф от стаи. То есть урон, естественно, увеличится. Плюс он эту стаю может подлечивать. Найс. Ну, а то есть довольно-таки такой неплохой хищник. То есть, в отличие от Диадона, у него, мне кажется, побольше все-таки здоровья. Повыше маневренность, больше размера. И, естественно, он хорошо сражается. То есть из-за этого он такой, как бы, универсальным становится существом. И на нем можно довольно-таки неплохо сражаться. Но это еще нужно будет действительно протестировать в обычном выживании. Ну что ж, сегодня мы посмотрели с вами полностью третий класс гибридов. На этом предлагаю сегодняшний выпуск завершить. Я надеюсь, вам понравилось. Если так, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем.